О правилах обращения с электричеством ученикам седьмых и восьмых классов рассказал Александр Балахонцев. Такие занятия он проводит во многих школах Одинцовского района. Электрикой увлекается с 10 лет. Дядя подарил мне разборный макет-приемник, я его в 10 лет уже стал собирать. С тех пор я со всей этой дружой определил всю мою дальнейшую судьбу вообще. Но в профессию его увлечение превратилось недавно. В Мособолэнерго Александр работает 3,5 года. Кроме таланта энергетика, обладает еще и талантом рассказчика. Умеет овладеть вниманием детей, старается выбирать неформальный подход к обучению. Такие наглядные уроки школьники, как правило, запоминают надолго. У каждого из нас, где в месте, где сходятся ребра, есть такой хрящик. Он называется мечевидный отросток. Левой рукой вы этот отросток закрываете и вот так вот, не боясь сломать ребра, делаете вот так. И после этого, и после этого, и еще раз поменять и пульс, у него, как правило, в 9 случаях из 10 сердце запускается. Александр Балахонцев также напомнил ребятам об основных законах физики, о правилах поведения вблизи электрических подстанций. Наглядно продемонстрировал, что бывает, если не защищать электропроводку от перенапряжения. Вот в это время мы спим. Вот уже дым еще немного, и там появится открытая гора. Я не знаю. Давайте, может, не будем дождаться открытого пламени? Не дождемся. Ребята, конечно, просили все-таки дождаться взрыва. Мол, в школу ходить неохота. Но Александр, как оказалось, сам заканчивал шестой лицей и призвал ребят любить родную школу. Шутки шутками, а к электричеству все же надо относиться серьезно. Запомнили ли это ученики? Мне понравилась очень сильно вообще вся эта тема, потому что физика – это очень интересный предмет. И очень интересно смотреть по-настоящему то, что доказана наукой и опыты, которые мы можем видеть. И понравилось то, что нас готовят к тому, чтобы мы могли сами себя защищать. На других уроках мы обычно таких экспериментов не проводим зажигательных. Ребята считают, что чем больше будет таких неформальных уроков, тем лучше они будут знать, как правильно себя защитить. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.